Всем привет! Я сейчас нахожусь в Сербии, в Белграде, и сегодня мы будем смотреть, что представляет из себя сербская Икеа. Лично я не думаю, что она прям сильно отличается от какой-нибудь другой Икеи, либо от Икеи в России, но в любом случае, что-то там должно быть не так в другой стране. Сейчас посмотрим все особенности, все товары, как внутри, как ресторан Икея, как какие-то отделы внутри Икеи. Сейчас пойдем туда внутрь и будем смотреть отличия и сходства с Икеей в других странах, и в том числе в России. Ну вот это вот такая вот парковка здесь вот у Икеи, сзади меня вот там вот горы видны, потому что все-таки в Сербии я нахожусь. Здесь такая гористая местность рядом с Белградом. Ну и что ж, заходим внутрь. Ну что я могу сказать, то что пока что, то что я вижу, вообще никак не отличается от того, что в других магазинах Икеи я был не в одном магазине Икеи. И такое ощущение, то что как будто бы я никуда не уезжал, я у себя в городе, в Санкт-Петербурге, я просто хожу по Икеи, потому что вообще ничего не отличается. И ты не можешь понять то, что ты, к примеру, вообще где-то в другой стране. Единственное то, что ценники отличаются, потому что в большую сторону и валюта другая. А так все остальное, все одинаковое. КОНЕЦ Ну окей, а если здесь все одинаковое, даже планировка магазина практически такая же, я узнаю вот эти вот расположения отделов, как они устроены, потому что все одинаковое. Если здесь все такое, вот что прям отличий нету, зачем я сюда приехал? Изначально я сюда действительно не хотел ехать, потому что, а зачем? Но потом друг меня попросил купить одну штучку, которая ему была нужна. И я подумал, а съезжу-ка я в Икею и посмотрю, что здесь такого интересного. Кстати, вот эта штучка, я ее уже сюда заранее подготовил, поставил. И вот сейчас с ней я пойду на кассу. Ну а после этого мы пойдем тестировать ресторан Икея, как там дела обстоят. Для тех, кто хочет быстро перекусить, здесь есть бестро. Вот оно отдельное, вот здесь вот. Ну а после бестро, вот здесь вот пространство, где можно свой кудок намазать кетчупом, либо горчицей, налить себе водичку, ну или просто посидеть, перекусить. Вот это вот тут вот пространство. Ну а мы сейчас идем в ресторан Икея, в Большой, там где именно можно поесть. Не просто перекусить, а поесть. В общем, ну, в ресторан Икея. Поехали. Поехали. Так, ну вот я все взял, все что хотел. Сейчас я здесь перекушу. Вот, если честно, вообще все точно так же, как было у нас в России. И ничего не поменялось, точнее здесь все то же самое. Икея никак не отличается. И если вы поехали куда-то за границу, вы спокойно можете пойти в Икею. И здесь будет все то же самое. Единственный момент. Ценники будут другие. Все остальное вообще все то же самое. Даже планировка Икеи в большинстве случаев такая же. Так что вот такая вот была у меня вылазка в Икею. Если вам понравилось, то вы можете написать лайк, а также пишите комментарии, что вы об этом думаете. Ну и спасибо за то, что посмотрели это видео. Смотрите мое следующее видео, которое тоже не менее интересное. Пока. Ну а дальше мы пойдем в супермаркет в Сербии, чтобы посмотреть, а что же там есть необычного и непривычного для нас.